За окном приветливо светит мартовское солнце, а это значит, что пора проводить масленицы зимней морозы. Кто и с чем ел блины, узнаем в следующем сюжете. Масленица – один из самых долгих и любимых в народе праздников. В 18 веке она официально стала частью русской православной культуры. На мероприятии жители России могут исполнить детство, участвуя в хороводах и эстафетах, а иностранцы познакомятся с русской традицией проводов долгой зимы. Блинов с мёдом и хорошего настроения хватит на всех. В этом году правком Казанского университета организовал праздник для студентов, сотрудников и их семей за городом на территории обсерватории. Масленица не обошлась без частушек и блинного конкурса, а среди отдыхающих разыгрывались необходимые в хозяйстве термосы, сковородки и сладкие призы. Мы приехали с мамой и папой. Мы приехали с институтом на поезд здоровья и решили заглянуть на эту масленицу. Мы с супругом каждый год на мероприятия приезжаем. Казанского университета всегда проходит очень на высоком эмоциональном уровне. Это очень красиво, вкусно и здорово. Надеемся, что после этого дня у нас будет побольше солнца, побольше тепла и побольше радости. Пока на праздники наслаждались блинами, любители зимних видов спорта натирали лыжи снегом. При поддержке департамента по молодежной политике студенты организовали сообщество по интересам и вместе приобщаются к активному образу жизни. Мероприятие поезд здоровья – это оздоровительный выезд, который мы проводим ежегодно. На сегодняшнем мероприятии зарегистрировалось 43 человека, и мы в полном составе сюда приехали. Среди нас есть также иностранные студенты, которые осваивают активную русскую культуру в том числе. И вот мы сегодня наблюдали замечательную картину, когда первый раз человек на лыжах, но тем не менее, очень хорошо катается и старается адаптивно это делать не хуже, чем другие. Принять участие в поезде здоровья могут все желающие. Информация о предстоящих мероприятиях доступна на сайте и в социальных сетях Института философских наук и массовых коммуникаций, а также распространяется через старост академических групп. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.